Доброе утро! Если что-то внутри противоречит, мы чувствуем себя не очень хорошо. Например, конфликт с совестью или просто здоровье что-то не очень клеится. Одно за другим. Иногда эмоции у нас выходят из дальновесия. Вроде все хорошо, но вот настроение не очень. А если человек цельный, то он уже просыпается в хорошем настроении. То есть он может как бы восстанавливать свой баланс. Мыслями, словом, при помощи пищи, при помощи деятельности. Ну и главное это мысль, способность размышлять. Как говорят мудрости, что недостаток умственной нагрузки порождает депрессии. То есть я просто не могу осмыслить, что происходит. Вот иногда здоровье все-таки пошатывается. Иногда настроение все-таки портится. Иногда погода тоже портится. Иногда отношения тоже портятся. И вот я не могу понять, почему все так и не согласен с этим. Вот я просто не согласен и потом мне плохо. Но при более глубоком рассмотрении ситуации мы можем увидеть смысл в любом действии. Неважно, как мы называем, плохо или хорошо в нашем понимании. Смысл есть. Вот эта осмысленная деятельность требует некой нагрузки. Это как твердая пища. Осмыслить что-то неблагоприятное не хочется. Трудно. Это естественно для чувств. Мы протестуем. Не хочу об этом даже думать. А жизнь нам все равно предлагает две вещи. Плохие и хорошие. Плохие и хорошие. И они чередуются. Матрас, парша, штукан, туяши, точно, штука, дук, да. То есть как погода, как времена года. Есть циклы. И они вращаются снова и снова. И это как бы нам тренинг жизненный, урок. Вот жизнь такая. Вот ей нужно прожить. Вот она такая, она суровая. Почему? Почему это снова и снова циклирует, повторяется? Ну, повторение, мать. Учение, говорится. Такая пословица. Значит, мы должны что-то, чему-то научиться в этом вот мире двойственности, добра и зла. Как знаете, если человек не закончил, не усвоил программу какого-то класса, скажем, в школе, он может остаться на второй год. Ну, то есть цикл. Ну, повторим. Ты не понял. Ну, повторим. Опять не понял. Ну, придется повторять. День за днем, год за годом. И не понял. Ну, тогда жизнь за жизнью. Еще такие циклы есть. Священные книги говорят об этом. У нас не хватает опыта или разума понять сами многие вещи. В чем жизнь за жизнью. Или устройство вселенной. Нет. Это я пытаюсь, но есть вещи запредельные, конечно же. Поэтому наш семинар называется «По страницам священных писаний». Будем с вами обсуждать вещи сверхъестественные. В человеке и вне человека. У нас есть сверхъестественные способности. У каждого из нас. И мы живем в сверхъестественном мире, не познанном пока еще никем, даже из великих людей. Мир. Дайвихе шигуна маи мама моя дурати. Мир называется божественный, поэтому его преодолеть невозможно. Мама моя дурати. То есть, поскольку энергия божественная, дайва. Дайва означает сверх наших возможностей, ума, поступков, оценок. Выше. Выше, 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 выше. Поэтому, говорится, его очень трудно победить. А надо ли вообще? Вот в чем вопрос. Надо ли его побеждать? Как вот тенденция человека, именно победить. Законы природы подчинить себе. Для моего управления. По моему желанию должно быть все. По щучьему верению. По моему хотению. Я вот так хочу жить. Потом я изучаю эти физические законы и человека, и психологии, чтобы потом управлять рычагами, и чтобы мне было хорошо, только хорошая погода была, как я хочу. И чтобы все уважали меня, как я хочу. И чтобы я мог наслаждаться, как я хочу в этом мире. Если объединить все эти тенденции личного эгоизма, мы увидим, что это величайшее зло порождает. А цельность, добро, когда у нас одна цель, сотрудничество, уважение, любовь, доброта, благотворительность, вот в этом направлении. Мы чувствуем, общество становится как бы единым как будто. Все равно, где я нахожусь, все равно хорошо. Знаю этих людей, не знаю, а хорошо, потому что есть добро в каждом из нас. А вот если я не имею этого добра, и мы тоже не имеем такого полного добра, вот тогда нужно знать каждого в отдельности, с кем я общаюсь. Опасно, потому что не знать. Вот он меня же обманет, я же должен знать какой-то человек. Если вступаю в какой-то бизнес отношения, я должен знать партнера, это не обманщик ли вообще, надо проверить его. А если кто-то замуж собирается, или жениться, надо проверить, будьте внимательны. Внешне сможет сильно обмануть. Еще для твоей слова, разные способы привлечь к себе. Тут нужно время разобраться. А у нас некогда, видите, мы же спешим к счастью. Быстро, 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 некогда нам разбираться. Нравится человек. И раз. И вроде как брак. А через два года, пять лет, смотрите, точно брак. Так я и думал. Бракованное дело. Не брачное, а бракованное. Ну, вот так случается. Но, что такое вот священные писания? Сейчас мы так называем такие слова. И древнее слово другое. Не знаю, откуда это священные писания, потому что они не писались в прошлом, далеком. В далеком прошлом не записывались. Запоминались. С Мараном медитация это называется. То есть при помощи медитации вы все можете читать священное писание у себя внутри сердца. Помните? В Коране. Пророку голос был. Читай. Так я не умею читать. Он говорит, я неграмотный. Нет, нет, читай, говорит. А как? А ты услышишь в сердце. И вот Коран. Это называется на санскрите шрути. Раздел писания шрути называется. Шрути значит услышанное свыше. Вот это вот сверх. Сверх может проявиться в человеке. И сверх сверхживые силы. Вот мы живая сила и сверхживая сила. И то, что не может обычная живая сила сделать или понять сверхживая сила, может все. То есть нас окружает повсюду. И, конечно, насколько мы это понимаем, но шрути означает умение слышать. Поэтому процесс как бы духовного развития начинается с этого именно момента шраваном, шрути. Шраваном – это аналогичные слова, однокорневые. Шрути и шравана. Шраван – значит слушание от того, кто выше. Пусть не от Бога, хорошо. С Богом проблемы у некоторых. Просто от того, кто больше знает. Мы к этому прибегаем, этим способом мы пользуемся с вами. В быту. Куда мы будем учиться? От того, кто знает. Это какой же смысл мне учиться от того, кто не знает. И как? Слушаю. И вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. И вот это нужно услышать. Но как услышать? Если мы говорим верный источник, если это на самом деле верный источник, слушать нужно искренне. Если это мой отец, я должен его слушать. Почему? А он доброжелатель. Он добрый ко мне. Эту доброту я должен слушать. Важно, 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 важно. А если я слушаю недобрые вещи, я развею недобрые качества. Я очень быстро развею недоверие, подозрение, зависть. Откуда вообще это берется? Зло и добро. Что это такое зло и добро? Зло берется просто от материальных оценок. От того, что мы видим и сравниваем. И все, вот и все. А добро изнутри, оно не от материальных оценок. Ведь мы же всегда хорошо относимся, в принципе, к человеку, которого не знаем еще. Мы не угодно скажем, что плохо к нему относимся или хорошо к нему относимся. Но нейтрально, нормально, мирно. А когда только начинаем узнавать и сравнивать, вот тут-то и опасность заключается. Вот это зло исходит от материальных развлечений. Материального разума. И кто-то вот в хорошем номере живет, а у меня номер не очень хороший. И мне не очень хорошо уже, видите. Я сравнил свою жизнь и все. Просто сравнил с другим. Поэтому 10 заповедь библейская, Ветхого Завета. Не завидуй. Первая заповедь Бог один. Но это еще добраться нужно до этого. Может быть, даже об этом и говорить не будем сегодня. А вот наши, как бы, человеческие понятия, вот надо разобраться. То, что доступно сейчас нашему пониманию, все еще. Все еще. Я говорю все еще, потому что, может быть, для кого-то уже недоступно даже это. Такое случается. Если зло проникло в сердце, это тоже будет недоступно. В сердце глубоко. Если ты стала моей природой, скалиться, не доверять, подозревать, обманывать, жить за счет других. Да, случается такое. Случается. Как будто снутся природой человек. Он уже все. А социальная личность. Ничего не сделал. Рецидивист. Его и так исправляют, и так жизнь ломают. И так нет, хвост собаки не выпрямляется. И так. И ничего не вы можете сделать. Значит, зло вошло в сердце. Поэтому, вот, важный момент Священное Писание. Они защищают. От этого, естественно, проникновение зла. От этих оценок и сравнений. Кто друг, кто враг, кто чей друг, кто чей враг, кто красивее, кто некрасивее, кто умнее, кто богаче, кто нет. Сравнение. Величайшее зло современной цивилизации, как говорят мудрые. А, кстати, отгадайте, какое величайшее зло современного мира? Величайшее зло. Интернет-проводник. Зависть. Это качество, оно всегда есть. А вот величайшее зло современного мира, как цивилизованного мира. Но это все как бы теоретически более практично. Вот что люди делают, что страшного делают, все сейчас. Все, зная или не зная, все это поощряют, все до единого практически. Бойни убивают животных. И люди даже сейчас не думают об этом большинству. Платят деньги за это, покупая в магазинах продукты. И организованно это делают. Никогда в прошлой эпохе не было таких заведений. Не случалось вообще. Чтобы это было организовано, так создано. Человеком. Царем земли. Который должен защищать все живое как раз. Защищать культуру, красоту. Уважать все формы жизни. Быть мудрым и добрым. Его призвание человека. Он не животное, он не зверь. Но человек, который проникло в сознание что-то другое, он становится опаснее зверя. Что он разумный зверь. Он еще культурный зверь. Его очень трудно распознать, потому что он выглядит так культурно. Он человек, он надевается. У него есть атрибуты жизни. Он образован. Он умно может говорить и убеждать других в чем угодно. Это тоже говорят шрути. Человек единственное существо в мире, которое может лгать. Все другие виды жизни просты. Они не обманывают. У них есть природа, и она не обманывает других живых существ. Они действуют согласно своей природе. И на санскрите священные книги назывались шастра. Это слово такое. Шастра означает оружие. Против невежества. То есть невежество нужно побеждать, разрушать. Вот это единственное, против чего мы должны быть настроены с вами, как цивилизованного. Против невежества. Не против человека или какого-то живого существа, а против невежества. Добрым можно сделать любое живое существо, говорится, потому что там есть дух по своей сути добрый. Собака, кошка, звери. Их можно даже приручить. Великие святые общались с дикими зверями, которые им служили. Они чувствовали их присутствие. Духовное присутствие. Они чувствовали их любовь. А любви покорна любое живое существо. Есть исключение, например, змея. Ее труднее всего научить любви. Это тоже шастра говорят. Вот со змеями не шутите. Но особо могущественные йоги даже змеи укращают ядовитых. Они тоже им служат. Но я не рекомендую. Тигров, змей, избегайте, пожалуйста. Но когда станете великими махатмами, нет проблем. Можете жить в лесу. Бесстрашно. Никто вас не тронет. Ни одно живое существо. Будете распространять вот такую ситху вокруг себя настроения, любви. И живое существо, попадая в вашу ауру, естественно, подчиняется любви этой его природы. Любое живое существо. Называется джива живое. Это говорят в священной книге шастра. И когда мы начинаем понимать, что есть живое и мертвое, вот с этого начинается наша духовная осмысленная жизнь. Развитие добродетелей ко всему живому, ко всем формам жизни. Это одна и та же категория. Даже мухи, которые летают, они играют с нами. Знаете, они игривые просто. А мы их бьем. А они играют с нами. Они все, что понимают. Игра. Вы так, ну, и она снова. У нее хорошая реакция. Пока вы так сделаете, знаете, кто-то снимал их реакцию, специально исследовал полет мухи. И выяснилось, что она успевает, пока вот рука ваша быстро так вот идет. Она успевает. Раз. Я дошла в сторону. Петлю сделала. А мы злимся. Ах, ты так. Ты мне назло, что ли? Кто ты такая вообще? Ну, посмотрите, наши дети с нами так же играют. Она, наверное, назовыли его. Так. А он снова так и снова. Ему нравится. Он раздражает, раздражает. Но вы же его не убиваете. Почему-то. Это материальная оценка. Вот она. Вот она вот здесь. Здесь присутствует материальная оценка. Это же просто муха. Муха, может быть. Да, неразвитое живое существо. Оно находится в эволюции жизни. Эволюционирует из тела в тело. Оно переселяется и достигает, в конце концов, уже осмысленной формы жизни. Но это пройдет огромное количество времени для мухи. А вот мы уже достигли человеческой формы жизни. И нам уже пора осмыслить, что такое жизнь. Пора увидеть единое. Единое вот это вот поле жизненной силы. Почему? Это называется сиянергия, современные психологами. Любое живое существо развивает наш разум, созданный на благо человека. Даже муха. Вот как от этих мух избавиться? Но цивилизованно. Примените разум. Вы знаете как? Можно делать сетки какие-то, там еще какие-то приспособления. Или от комаров тоже можно что-то придумать. И есть же разум человека. И другие вещи. Но наш сегодняшний разум, это просто, знаете, закатать под асфальт, вытравить всех насекомых и ходить свободно. Но хорошо. Я согласен, что это комфортно. А что будет с нашим разумом? Который перестанет принимать решения в своих ощущениях постоянно. Функционировать перестанет. Это как вот эта виртуальная реальность. Вообще все, что заказываете туда, набираете. Она создает вот это вот сейчас. Все пространства. Вы прямо там находитесь. Под водой там, с акулами, с дельфинами, китов. Можете увидеть там где. Любую программу сейчас можно сделать, как в матрицу пойти туда. Но где разум? Ведь там невозможно жить, применить разум. Только чувство и ум. Только зрелище. Комфорт, который я заказываю. Любую женщину можно спроецировать там, какую хотите. Она не будет вашей женой. Она не создает потомство. Ее вообще не существует. Можете с ней делать, что хотите. Законно и незаконно. Там нет ответственности. Там нет разума. Нет закона жизни. Нет. Все это отсутствует. Разум не нужен больше. Просто наслаждай чувства. Поэтому Священные Писания говорят. Ахимса. Об этом думай. Вот это твой путь. Как эту жизнь прожить, не совершая насилия? Высший пилотаж. Как однажды мне один водитель сказал. Я еще был тогда молодым совсем. Мало что я вообще что-то понимал и в жизни, и в себе. Он мне просто, он был водителем. И он говорил, какой водитель считается классный, какой первоклассный. Ну, я вот думал, для меня это была какая разница. Водитель или водитель. Ну, первоклассный, второклассный, третий классный. Какая разница? Он говорит, ты знаешь, чем отличается первоклассный водитель от непервоклассного водителя? Ну, он, наверное, более опытный, правила дорожного движения знает. Может быть, что там еще. Он говорит, нет. Первоклассный водитель проедет по городу такому, как Санкт-Петербург, и даже ни разу не затормозит. Ну, я подумал, да, правда. О, ну, это мастерство. Ну, это значит, какое внимание нужно иметь и прочее, прочее. Ну, как это вот, ни разу не пользоваться тормозами, почти практически. Говорит, ни разу не затормозит. Вот это первоклассный водитель. И веды говорят, вот попробуйте жить так, использовать такие энергии внутренние, чтобы даже не обеспокоить никого в своей жизни, не причинить никому зла, или не испортить настроение, не обмануть, не эксплуатировать. Попытайтесь. Не солгать. Попытайтесь. Это мастерство, правда. Поэтому веды древние приводят пример, что такая жизнь, такой высший этикет сравнивается с посудной лавкой. В древности посудные лавки, это такие глиняные горшки, установленные штабелями. Такие вот столбы высокие. Вы заходите в посудную лавку, по сиденью, еще в Индии такие есть посудные лавки. Просто штабеля. Ну, если вот толкнуть там, что там произойдет, представьте. Крушение будет просто там все. Это как в посудной лавке находиться. Вот в жизни то же самое. Потому что нас окружают люди, живые существа. И вот тут нужно быть внимательным к жизни. А не устанем мы от этого? Сия энергия. Если один человек внимательный, другие невнимательные, это невозможно. Это невозможно. То есть вы, знаете, если попадаете в общество варваров, каких-то нецелезных людей, или пьяниц, или дебоширов, или преступников, вы не можете там долго, нет. Вы, конечно, предельно внимательны, но это неприятные чувства. Я не хочу здесь находиться. Ужасно я устаю. Я перегружен эмоционально. У меня стресс. Нет всей энергии. Но если мы попадаем в общество, где все развивают эту культуру, все энергии счастья. Удивительная вещь. Сколько я могу из себя извлечь какого-то счастья? Ну, немножко воображения. Может, что-то почитаю, может, что-то поделаю. Но я же жду кого-то. Кто понимает, кто ко мне хорошо относится, кто к ней относится, все энергии. Вместе мы общаемся, я чувствую это хорошо. Я живу так. Вот так я живу. Ну, а если представить общество такое, я думаю, что сейчас нам трудно представить такое общество. Это даже трудно пересказать словами. Что испытывает человек в таком обществе, где есть просто добро, где нет зависти? Раскрывается он автоматически. Он не стесняется себя, каким бы он ни был, потому что здесь нет зависти. Он был красивым, некрасивым, старым, молодым, образованным, полуобразованным, каким угодно. Уж как его природа Бог создала, говорится. И это хорошо в этом обществе. потому что любая природа хороша. У меня был один знакомый, мы так с ним иногда поддерживали такие дружеские отношения, младше меня. Он умер много лет назад. Короткую историю расскажу о нем, об этом человеке. Он встал на путь самоосознания, но он оступился на нем. Ну, как бы такая трагичная судьба у него. И он знал, что он умрет, что был готов к этому. Он был талантливым гитаристом. Какой-то ансамбль там у них был, и они там играли. И, в общем-то, он чувствовал, что он может делать себе хорошую карьеру, как музыкант. На самом деле. Ну, стал его замечать уже в таких серьезных группах. Заводной был азартный в музыке. Вообще человек прям вот весь жил там. На сцене было интересно смотреть. Но выглядел он, ну, как бы сказать, специфически. Природа была у него такая. Уши были вот как два локатора вот такие вот. Лопоухий был совершенно. Нос раз и картошка вот такой вот. И такой длинный овал лица такой, выдвигающийся подбородок. Ну, красавством для сцены не назовешь. Может, никак. Для эстрады. Но он забавно выглядел очень. Просто улыбнется, и публика... Забавно выглядел очень. Но он мечтал о другом. Чтобы не просто забавлять публику, а быть, ну, знаете, сильным, классным музыкантом таким. Экстра-классным. И он уже начал тогда духовную практику. Он стал читать священные книги. И при этом думал, как же ему это осуществить эту цель свою. Он даже обращался к Богу. Чтобы он хотел достичь своей мечты и стать таким вот известным, красивым музыкантом. Он даже стал духовным лидером в одном месте. Он очень серьезно занимался духовной практикой. А затем он сделал себе пластическую операцию. Но я-то исправлю эти все недостатки природы. И, наверное, мне поможет сделать карьеру. Многие сейчас люди думают, что должно быть успешнее, если я немножко уши прижму, или нос выпрямлю, горбинку устраню. Ну и так далее. Многие сейчас так думают. Он сделал пластическую операцию. Ему поправили нос и уши прижали. Я его не узнал, когда он пришел. Это был уже другой человек. Я даже с ним по-другому стал разговаривать. Уже никак раньше. Раньше было так все просто. Юмор сразу начинался. Мы смеялись. Сразу дружеское расположение. Он так очень просто к себе располагал. А тут серьезный какой-то человек. Недоступный немножко. Скрытный чуть-чуть. Совсем другой вид. Вы знаете, у него карьера вся обрушилась после этого. Он никакого впечатленности не прожил вообще. Это он не пережил. Через некоторое время у него рак. И через некоторое время он умирает. Вот и все. В природе ошибок не бывает. Не бывает такое, чтобы какая-то травинка вылезала из земли. И не получилось. Не удалось, но не получилось. Ну, попытка неудачная, понимаете. Яблони посадили, выросла, но не получилось. Яблони что-то другое получилось. Топали. Ну, там же эти гены, хромосомы, там все такое. Ну, не скомбинировались. Ну, не получилось. Бывает же. Нет, не бывает. Все получается. Все точно. Все точно измерено. Также у каждого из нас есть своя природа и свое предназначение. Например, мужчина, женщина, семья, различные уклады жизни, профессия. Все это описано в шастрах. Зачем? Чтоб человек знал, как следовать своей природе и чтобы избавиться от зависти. Что зависть побуждает, то следовать чужой природе. И это, говорится, хуже, чем плохо следовать своей природе. Вот это серьезная ошибка. Если взять Бхага Вадгиту, там этот стих повторится дважды даже. Это редко, чтобы что-то дважды повторялось. Что гораздо лучше следовать, испытать неудачу на своем пути, чем успех на чужом пути. Вот для этого нужны священные книги. Руководство нужно. Священное означает то, что нарушать нельзя. Это опасно. Для меня самого это опасно. Обманывает материальная природа. Бог и душа никогда не обманывают. Искреннюю душу никогда не обманешь. Ничем не возможно сделать. Как есть в Коране эпизод. Наверное, вы слышали об этом. Когда грешники попадают на суд Божий, описывается. И, значит, к ним предъявляют, ну, все грехи. Ну, много грехов, там, ну, грешники, все. Там суд Божий. И присуждают наказание. Ну, и там, конечно, трепет, страх, скорее же, зубами. Там жуть. Предстоит ад. Наказания какие-то. Реакции должны за мои поступки. Нужно принять это все. И тогда они громко взывают к справедливости. Потому что, простите, эти грехи, они были спровоцированы шайтаном. Не просто, почему только нас обвиняете в этом. И все на нас валите. А как же этот дьявол? Исчадие от зла. А разве не он толкает на грех? Где справедливость? Где справедливость? Они так логично обосновали и так отстаивали свою правоту, что шайтан сам пришел. Хорошо, одет и все, как надо. Обаятельный, приятный наружности. Говорит, ну, присаживайтесь. Вы звали меня? Да, мы хотим справедливости. Мы признаем, что мы совершали ошибки и грехи. Но, а ты, твоя роль, давай разделим с тобой эти наказания. И шайтан спрашивает, а вы священные книги-то читали? Это наш вопрос, сказал он сейчас. Они закричали, читали? Мы знаем. Мы знаем. Слово Божие есть. Читали. И там написано, что Бог обещает. И шайтан тоже обещает. Два обещающих будет. Ну, да, есть такое, там, в Писаниях, что материальная жизнь обещает. И Божественные Писания тоже что-то обещают. И там же написано, что шайтан обманет. Читали? А Бог нет. Ну, да, читали. Так и написано. Обманет. Моя иллюзия здесь. Она выглядит привлекательной. А на деле все по-другому. На деле мы тут страдаем постоянно в чем-то. Более того, ведь я власти над вами не имею, сказал шайтан. Он над всеми власть имеет. А я вас просто позвал, и вы пришли. Так в чем же я виноват? Идите. Отрабатывайте свои грехи. Неужели так сурово? Говорит, материальная природа не прощает. Вот что посеешь, что пожмешь, не простит. Это как закон. Ну, есть закон для каждого. Ну, что, вот садил. Ну, такая статья. Все, ты должен принять. Кем бы ты ни был, если ты нарушил закон, получи. Это материальная природа. А духовная природа говорит. Все прощения. Разве так не написано в священных книгах? Почему они вообще священные? Потому что там все прощения есть. Это единственное качество, которое определяет святых людей. Все прощения. Это великая роль человека. Самая великая роль человека. Все прощения. Отсутствие зависти. Это зависть слова. Ему антоним самое высокое слово «любовь». Самое низкое слово «зависть» и самое высокое слово «любовь». Значит, вместо зависти должна быть любовь. Пока нет любви, будет какая-то зависть. Что-то одно. Двум господам не служат. Что-то мы выбираем. И мы боремся с вами. Добро, зло, добро, зло, добро. Любовь, зависть, любовь, зависть. Во мне в моем сердце есть то и другое. Я вот в обществе людей, я прохожу эту школу. В своей семье, воспитывая детей, общаясь с соседями. Ходя на работу. И что-то меня толкает все-таки обмануть и какую-то выгоду иметь. И что-то вот еще сделать для себя. И что-то мне... А другое у меня совесть. Говорит, ну это же плохо. Священные книги же есть. Ну да, плохо. Но невозможно по-другому. У меня есть оправдание, есть философии. Много-много философий есть. А всего две. Добро и зло. Что нужно знать человеку. И в целом зло означает невежество. А добро означает знание. Другое определение добра и зла. Любовь, зависть, знание, невежество. Материя невежественна. А дух живой. Он в знании. Жизнь это энергия чит. На самом скрите. Чит. Знание. Сознание. Вот это сознание и есть жизнь. А А чит. Энергия. Мертвая материя. Не обладающая сознанием. Она влияет на нас. Она не обладает сознанием. Это означает, что она не может вступить с нами во взаимоотношения. Она лишь имеет форму и свойства. Женщина имеет форму и свойства. Как материальное тело. А там еще есть сознание. Вот об этом мы и забываем. Также мужчина имеет форму и свойства. Но там еще есть сознание. И вот на это сейчас никто внимания не обратит. Глубоко. В ГИТе говорится, что куда бы твой ум не убегал вот по этим вот дебрям, возвращая под контроль своего я. Сознание. И тут интересный момент. Потому что мы по-разному понимаем я. Каждый думает, ну я вот, вот я. А что еще? Я. Ну я еще. Ну профессия я. Ну социальное положение общества тоже я. Ну отец, мать, я, сын, дочь, я. Ну меня много. Много понятий меня. Может быть с этого и начать? Вот это я означает позитив. Красота, гармония я означает. Значит я хороший отец, хорошая мать, хороший гражданин. Хороший человек. Вот это уже я начинается с этого. С позитива. А негативное все относится к не я. Как бы к запыленности, чужеродная энергия примешивается к моему я. Ну вода. Вода чиста. А она всегда чиста вода. Грязь это не вода. Но примесь есть. Вот эта примесь делает воду как будто бы грязной. Она не грязная. Вода всегда чистая. Грязь не вода. И вода не грязь. Нетрудно отделить это. Она отстоится, профильтруется, ведь она чиста изначально. И так же моя любовь чиста. Моё я чисто. Но есть примесь. Вот это называется невежество. Примесь от соприкосновения с гуной страсти. Вот с этого момента человек теряет уже знания. Страсть именно толкает нас к выгоде и дискриминации. Мужчина, женщина, чёрный, белый, плохой, хороший, друг, враг. Это вот определение всё в гуне страсти. Жизнь так оценивается. А это вообще животное, можно съесть его. А в благости мы видим душу повсюду. Второстепенно цвет его тела. Второстепенно происхождение и форма жизни. А первостепенно единство жизни, вся энергия, счастье, взаимоотношения. И есть невежественная деятельность, а есть деятельность в добродетели. Невежественная деятельность не прерывает наши отношения с Божественным. Не разрывает. Понимаете, что грешники и блудницы ближе к Царству Божию, чем первосвященники. Иногда такое бывает. Не разрывает. Но это дорога в обратную сторону. Если Божественное там, то грех в другом направлении. Путь открыт всегда. На разрыва нет. Просто расстояние увеличивается. Поэтому многие люди говорят, «О, вы говорите за предельных вещах». Это невозможно сделать. Слишком круто. Ну, человек это невозможно. Слишком далеко ушел. Своими ногами уже не вернется обратно. Как в пустыне. Погибнет по дороге. Ни материального успеха, ни духовного успеха у него не будет. Неправда. Читайте священные книги. Это абсолютно неправда. Это выдуманная ложь. Откуда? Навеянная. От иллюзий. На самом деле, любой человек способен достичь совершенства. Абсолютно любой. Это написано в Бхагово. Видите, в 9 главе. После 30 текста можете читать это. Начиная с 30 текста и дальше будете поражены, что там написано. Там написано в 30 тексте, что если человек находится в служении абсолютной истине, высшей добродетели, божественному, даже если он совершает какой-то гнусный грех, остается праведником в сердце. Поскольку он раскаивается, а он не планировал в силу слабости, какие-то обстоятельства, он может случайно споткнуться и что-то дурное сделать. Но признавайте его праведником, потому что в сердце он абсолютно чист в своем покаянии. Он остается святым. И он очень скоро, очень скоро достигнет устойчивого, чистого состояния. Очень скоро. Он на верном пути этот человек. Его даже запрещают критиковать, шастой. Даже ругать запрещают, потому что в сердце у него глубокое раскаяние. За свои грехи. И вот эти попытки, может быть слабые, может быть наивные, может быть неудачные, высоко ценятся свыше. Это мой праведник, он говорит, он под моей защитой. А этот праведник никогда не погибнет. Можете смело утверждать это громко в этом мире, что человек, который служит абсолютно истине от всего сердца, никогда не погибнет в этом мире. Никогда зло не одолеет того, кто творит добро, говорит. О, какие сильные вещи вдохновляют нас. И там далее. Ачарьи комментируют эти стихи, те, которые достигли совершенства, что люди, даже низшего класса, которые вообще не интересуются абсолютно, если они могут достичь совершенства, если дойдут прибежище в ней. Просто обратятся с просьбой искренней. Даже собакоеды достигают высшего совершенства. Просто бизнесмены, которые кроме денег ничего не знают. Домохозяйки, которым понятия не имеют ни о чем другом. Обычный рабочий, который не образован, но если он обращается к высшему, достигает совершенства. Под защиту. Все. Добро защищает от зла человека. И это очень могущественная энергия. Мощная энергия добра. Она всепрощающая. Она сильнее зла. И все, что нужно, это иметь контакт с этим добром. Никакие другие способности. Они не помогут даже. Не думайте, что образованность мирская поможет, ученый вспомнит. Нет. Контакт должен быть. Как электроконтакт и включается, механизм начинает здесь включаться. В нашей жизни начинает включаться. Все работает. Это контакт. Может быть, мы в своей жизни мало что успели великого сделать, а может быть, и ничего не успели великого сделать. Но при контакте мы возрождаем себя автоматически. Вот это священные книги. С ними должен быть контакт. Контакт, когда мы читаем, а второй контакт, когда мы анализируем и осмысливаем. Это научные трактаты. Я поясню кое-что. Не все думают, что это научный трактат. Говорят, это вера. Вера – это начало науки. Любая наука начинается с веры. Кто-то верит, что при помощи химии можно общество не изменить, улучшить. Кто-то верит, что при помощи психологии это можно сделать. Сначала вера. Кто-то говорит, при помощи технологии мы сделаем жизнь цивилизованную. Вера, а потом идет развитие. Также, конечно же, с верой начинается любая наука, и духовная тоже. Это первый шаг. Второй шаг – анализ. Кто же я? То есть, в священной книге говорят, что я душа. Как это? Надо распознать. Но я попытаюсь более тонко осмыслить это. Я почитаю. Да, есть философия Санхи, которая очень тонко различает 24 материальных элемента и находит 25-й душу. Все сосчитано уже. Можно подключиться, посчитать? Это требует некоторой сосредоточенности и медитации, конечно же. Нам тонкие вещи нужно различать, как ум, разум, чувство, ложное эго, истинное эго. Нужно углубиться в себя, конечно, для этого, чтобы распознать это. Это факт. Факт, что ум есть, я не вижу его, но он есть. Чувства есть, органы восприятия, разум тоже есть. Я должен эти функции разобрать в себе. Все станет очень ясно, как это устроено, вот эта вот личность. Да. И где же душа? Что это такое-то? А душа – это сад читананды, она вечно полна знаний и блаженств. Вот и вся энергия. Она нематериальна. Это энергия знания, энергия вечности и энергия счастья, блаженства. То, что я ищу, во мне находятся. Все эти знания, вся эта вечность, о которой я беспокоюсь тоже, и все это счастье глубокое внутри меня. Это счастье знает, как быть счастливым. В отношениях. Она знает, как строить эти отношения. С живыми существами, с Богом, с этим миром, с собой. Это духовная наука. Факт, что тот, кто последует этим правилам поведения без зависти, обретет удивительное счастье внутри себя. Мы начинаем с того, что просто говорим друг другу здравствуйте и улыбаемся. Просто простую вещь проявляем, доброту какую-то внешнюю и уже чувствуем себя лучше. А ведь чуть-чуть совсем, а уже гораздо лучше. И больше доверия, и атмосфера меняется в благости. Знаете, нам лучше, лучше становится с каждым днем в благости. А потом вернемся домой, а там конкуренция, там бизнес, там то, там все, там нужно выживать, там в гуне страсти, в невежестве. Опять трудно. И ждем, когда новая благость будет. И так вот постепенно мы благость за благостью обретаем опыт, силу и начинаем влиять на мир. Потому что становимся сильнее. Люди говорят, думаю, там уж мне тоже на благость поехать. Но откунулся в атмосферу уже, хочется это вот создать специальную атмосферу благости. Других таких фестивалей нет. Пока еще. Но я думаю, что многие люди уже хотят что-то подобное, когда они накопят в себе этот потенциал знания и счастья, они несомненно, они будут это распространять. Несомненно. Распространять эти отношения. А бизнес, пожалуйста, оставляйте, какой есть. Вот отношения нужно поменять там. Не конкуренция, а сотрудничество. Вот что нужно. Так же, как в семье. Какая там конкуренция может быть? Там сотрудничество. Какая там зависть? Там любовь должна быть. Прелюбодеяние в семье? Нельзя. Старших там нужно почитать? Конечно. Видите? Так это же Священное Писание. Точно. Семья, оказывается, она живет на этих принципах Священных Писаний. А я думал, что это просто какие-то конфессии. Это не конфессии. Это наша жизнь. Конфессия – это другое. Это традиция. Обусловленная каким-то временем обстоятельствами. Вот в этом месте это так выражено. В другом месте на другом языке выражено. А выражает это то же самое. Мы-то все живые существа из одного источника пришли. Мы с вами не русские, не американцы, не казахи, не индусы. Не европейцы. С точки зрения священных книг мы с вами все духовные существа. Это очень важно иногда читать эти книги. Каждый, если он хочет причитаться к цивилизованному человеку, должен знать священные книги. Уважать все священные тексты. Любые. Неважно, христианские это или не христианские, или мусульманские, или написанные на арабском языке, на иврите, или на каком-то еще. А они даны в соответствии с местом времени обстоятельствами. Их нельзя сравнивать. Им нужно следовать. А мы все по привычке сравниваем. А сравнение порождает конфликт. Зачем сравнивать религии? Зачем сравнивать образ жизни соседей? Зачем себя сравнивать с другими людьми? Смысл какого это? Почему хотим кого-то принизить? И нам иногда приятно, что у кого-то неудача? Зачем мы это делаем? Смотрите, описывается, что высшее сознание развитое называется пара дука дуки. Пара значит высший пара дука дуки. Страдает дука значит страдание в виде страдания других. Вот человек страдает в виде страдания других. Это высший уровень сознания. Это вот как мать смотрит на ребенка. Если ему плохо, ей еще хуже. Ей хуже, чем этому ребенку. Вот это добродетель. Это святость. Естественно материнская святость. И вот если мы развиваем такое сознание ко всем же существам, это пара дука дуки. великий человек. А есть пара дука суки. Он страдает, когда видит, что другие счастливы. такое тоже случается. Пара дука суки. Он счастлив, когда другие счастливы. А есть пара сука дуки. Он счастлив, когда другие страдают. И четыре категории. И неплохо, когда мы счастливы с другими вместе, но лучше еще выше, когда мы страдаем, когда другие страдают. Это самый высший уровень сознания. И священные книги описаны с этой платформы. Пара-дука-дуки. Если мы серьезно отнестимся к этим текстам, вы их выбираете сами, какие тексты будете изучать, их важно понимать, осмысливать. Мы с вами станем пара-дука-дуки все. Это высшее добродетель. Самое удивительное свойство в этом. И вот тут раскрываются все ситхи, способности, таланты, когда мы испытываем пара-дука-дуки. Мы хотим помогать другим. Вот это желание служить, помогать, избавить от страданий раскрывает мои способности сверхъестественные. Божественные способности. Поэтому эти святые, они творят чудеса иногда. Но мы говорим, что все святые. Мать тоже святая. Она тоже творит чудеса. Она может машину поднять двумя руками, если там ребенок попадает туда. Что она творит? Как это? А вот это пара-дука-дуки. Он совершает подвиги. Он сверхъестественные знания имеет в сердце. Это любовь. И никакая сила не может его изменить, как он живет, его сознание, как луч света. Его не изогнуть, его никуда не деть. Это мощь. Это могущество утраченное. Получаем через Священное Писание. Читаем, анализируем. Затем осмысливаем. Осмысление означает увидеть факт, описанный в книгах. Например, не так давно меня пригласили на телевидение в Алмате. Это какая-то передача, но немножко такой эзотерического толка. Женщина там была такая, где-то в длинной одежде, как астролог. Такой был вид мистический, ведущий эту программу. И они прямо, мы говорили о ведической культуре, о священных книгах древних. Ей нравилась эта тема, мы развивали. И я упомянул, кроме прочего всего, что Священные Писания это древние писания. Они были записаны, а до этого из устно передавались через медитацию, через память. Чистую, ясную память. Но потом были записаны, потому что люди в то время стали уже терять эту память, способность медитировать. Поэтому тексты были записаны вот буквально там на листах пальмовых, на золотых пластинах или медных пластинах записывались в санскрите. И в то время, когда люди слушали эти знания в состоянии медитации, вот это полного слушания, глубокого слушания, они понимали их, потому что могли тут же найти подтверждение собственными глазами вокруг факты обнаружить. А сейчас мы утратили эту способность, мы глазами смотрим, а фактов не видим подтверждающих. Мы ждем, когда ученые на атомном уровне это исследуют, а глазами не видим. Вот это ее заинтересовало. Она спросила, а можете вот дать пример нам какой-то сейчас для телезрителей также, вот что сейчас мы смотрим и не видим, хотя перед глазами находится. Приведете такой пример? Говорю, конечно, есть такие примеры, да. Открываем Бага Вадгиту, смотрите, что там написано. Там написано факт. Мы вроде его видим и не видим одновременно. Каждый рождается, вот, недавно видел фотографию, умещается на локотке ребенок, вот меньше, вот такой. Это про нас идет, вы забыли уже. Забыли, кем вы были. А сначала были не больше горошины в утробе матери. Это разливалась в клеточка, формировалась. По мере формирования она прошла все, все виды жизни практически. Там и хвостик там был, и как рыбка была, и как головасть их было. А потом раз, и становилась на форме человеческой, стала фиксироваться. То есть программа заложена четко. Ящичница не родится у человека. Хвост отпадет. И все равно прежде всего человека. Так тело менялось постоянно. Оно было вот таким, потом стало расти. Фотографии подтверждают, что это были вы, не кто-то другой. Вы или не вы? Это были вы вот на локотке у мамы? И она в груди вас держала, и вы заслали грудь? Или это был кто-то другой? Мой вопрос. Это был я, но я не помню. И тело этого тоже не помню. Но потом дальше процесс пошел, тело стало расти дальше. Но на косяке отмечали все это, помните? Заходите на весь косяк в этих цифрах. Это тоже было все со мной, не с кем-то другим. А тело-то другое, новое. Как новое? Разве не то же самое? Да нет. Вот ученые как раз и доказали это. тело меняется каждую секунду с вдохом и выдохом, с пищей. Через семь лет примерно это абсолютно новое тело на клеточном уровне. Другое тело. Это называется обмен веществ. Ученые говорят, это обмен веществ. Это обмен веществ. Да. А ведь, смена тела. То же самое. А личность не меняется. Это было со мной. Я не стал другим. Я тот же самый. Просто социал действия в соответствии с развитым телом и опытом. Но я носитель этих всех опытов один и тот же. Это факт. Научный факт. Это нужно осмыслить. Если мы осмыслим этот факт, что я не тело, наша жизнь изменится именно после этого. Если мы просто думаем об этом на поверхности ничего не изменится. Ну, интересно, не забыли. Это надо осмыслить. Читаем, изучаем, анализируем, осмысливаем теперь глубоко. Потому что именно мысль творит чудеса. Когда человек осмысливает себя душой, меняет свою физиологию, обмен веществ, психология, все работает по-другому. Когда он себя не осмысливает душой, его психология руководствуется выживанием, борьбой за выживанием и страхами. Потому что я это тело, ему нужно выжить. Без пищи только день посидите, и вы поймете, что это такое. Без пищи только, а всего лишь один день. Вы себе очень плохо заплатите, что стоит, надо работать, нужны деньги, чтобы есть. А кто хочет быть одиноким? Нет, нужна семья, нужно жениться, выйти замуж, тоже надо успеть это вовремя сделать и хорошие найти партнера. Иначе я стану с одиноким. Страх, 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 страх. А мне кажется, я просто люблю есть, мне хочется иметь семью, есть. Другая сторона, любовь и страх смешаны одновременно. Любовь и страх две вещи, которые двигают человека на уровне тела. Всегда страхом сопутствует его жизнь. Спать мы не можем на открытом воздухе, нужно закрыть замки, нужно закрыть окна, нужно поставить решетки, тогда спите спокойно. Страх окружает нас постоянно. Но когда мы понимаем, осознаем, осмысливаем, что я из душа, а страх уходит. Страх, тот или иной вид страха, это формы тех или иных грехов, совершенных в прошлом. Смотря какой вид греха мы совершили, определенный вид страха будет сопутствовать нам в течение жизни. Но как только мы погружаемся в служение, в эту доброту, в эту добродетель, очищаются эти самскары, чувствуются бесстрашным. Суть знания человека привести к бесстрашной жизни, к подвигам. Из страха мы не можем много делать полезных вещей. Мы просто хотим долго жить. Все. А какой толк долго жить? Тысячу лет, как дерево. Лучше прожить одно мгновение в полном сознании. Достаточно этого будет. Премудрый пескарь. Помните Залтыкова Щедрина? Он долгожитель и все, поэтому рыба интересуется этим секретом. В долгой жизни и спускается к нему поговорить, получить наставление мудрое. Премудрый пескарь. И там такая тина, внизу он там где-то зарылся, этот пескарь, живет там сто больше лет. Все окружили и просят поделиться знанием, мудростью. И тут эта тина дрогнула. Глаз появился и тут он посмотрел на всех, так осмотрел и появилось это чудище. Заросший мхом там старый пескарь. Ну, расскажи, пожалуйста, поделись, в чем секрет твоей, твоей долгой жизни? Поднял плавник в пескарь. Посмотрел на всех, многозначительно сказал, главное не высовываться. Залтыков Щедрин. Он тоже об этом думал. Видите, все люди, мы все одинаково мыслим. Где-то в сердце мы все одинаково мыслим. Мы сейчас, может быть, слышим информацию новую для кого-то, а в сердце ничего нового нет. Мы все чувствуем. Просто забыто где-то, где-то внутри, там, под этой тиной, где-то там, под этой жизнью. Уже когда-то я же чувствовал, понимал, задавал вопросы, ощущал, и я все чувствую, что вы говорите. Я знаю, что вы говорите. Я могу определить, хорошо или плохо вы говорите. Где-то внутри у меня есть этот голос. Но я не высовываюсь туда. Вот ты не выснулся еще туда. Видите, там это, я выживаю, мне страшно. Я боюсь жизни. Страх сейчас, это вот фобия, это сейчас бич современной цивилизации. Но, как мы уже упомянули, пока люди будут убивать животных, они не избавятся от страха. Как общество. страх порождает недоверие, вражду и все остальные вещи. И накручивают мысли друг против друга. На фоне страха это происходит. Осторожность на всякий случай. Вот так вот мы делаем. Лучше предположить, что человек плохой, чем хороший. Понимаете, если я скажу, что человек хороший, а вдруг он плохой. А вот если я скажу, что человек плохой может быть, вот это лучше, безопаснее, потому что... Видите, как получается выгодно смотреть друг на друга. Поэтому священные книги предназначены для всего человеческого общества. Есть разные культуры, разные священные писания. Другой вопрос. Они необходимы разные именно. Вы увидите, что даже веды, если вы откроете, веды, там есть все разделы, любые разделы. И психология, и медицина, и деятельность, и брак, и воспитание, и обучение, и образование, и устройство космоса. Но каждый выберет свой раздел. Что сейчас для вас ценно, актуально, что сейчас жизнь необходима для знания. Для познания себя и этого мира. Итак, священные книги это признак именно человеческой цивилизации, потому что они именно даются для человека. Атхата, брама, джиги, ясу. Теперь ты человек Атхата. Теперь сейчас, когда ты читаешь, ты человек. Другой читать не может, живот не прочитает. Ты человек. И твоя роль интересоваться абсолютной истиной. Вот. Это значит человек. Тот, кто интересуется абсолютной истиной. Это человек. Тот, кто не интересуется абсолютной истиной, не является еще цивилизованным человеком. Ну, веды так говорят. И читать книги священные, мы знаем, не так легко. Многие из нас имеют священные книги, но не читают их, потому что, ну, трудно. может быть, даже неинтересно. А вот интереснее сериал посмотреть какой-то там. Любовь, детектив. Там стреляют. Как там добро и зло? Вот интересно смотреть же. Игры какие-то там есть. Эмоции, события. А тут вот и не совсем согласен, и все понимаю, и так далее. И потом у меня предвзятые мнения по поводу этих культур разных, много религий, и поэтому много препятствий. Поэтому в венческой культуре люди не читали, а не слушали. Потому что, когда мы слушаем человека, опытного духовного, он знает, с кем говорит, он чувствует вас. И он скажет, что это ценно именно. Это очень интересно. Это захватывающий процесс общения. Хотя и с другой стороны неприятно. Он скажет правду. Не обессудьте. Он скажет. Как он скажет? Он скажет, может быть, не прямо, но вы почувствуете себя совсем иначе, чем о себе думали раньше. Это самомнение. Вот из-за этого самомнения трудно общаться с теми, кто более продвинутый, потому что там я выгляжу ниже. А мне неприятно выглядеть ниже. Но поскольку там есть сострадание, это становится экстатическим процессом. Это как доктор говорит. Посмотрите. О! Очаг здесь. А вот это вот. Вот еще нашли одну вещь. Или там зубной техник смотрит в ваши зубы. О! Вы не знали? У вас тут коррес. И вы радуетесь. Хорошо, что обнаружили. И вы же радуетесь, потому что сейчас он исправит. Сейчас у него уже сострадание. Он же добрый. Он же не просто указывает на недостатки. Он сейчас будет это устранять. Он сделает вас здоровыми сейчас. Этот человек называется садху святой. Он скажет правду для того, чтобы исцелить. Не для того, чтобы причинить нам боли или неприятности или унизить нас. У него нет зависти. И вот поэтому слушали из верного источника. И когда мы приходим к такому садху, мы открываем уши и сердце. И вот так мы понимаем Священное Писание быстро. Очень легко. Процесс легкий, экстатичный. И ему нужно уделять некоторое время своей жизни. Сейчас, конечно, есть много хорошей информации и плохой в интернете. Про интернет уже упоминали. Он захватывает с разных сторон людей. И с плохой, и с хорошей стороны. И вот наш выбор. Добро и зло есть везде. Мы делаем выбор. Куда мы пойдем? Куда мы отправим свои уши, свой слух? Куда направим свое сердце, свое внимание, свои желания? В этой жизни земной мы здесь все на перепутии. Мы здесь все как на большом железнодорожном узле транспортном. Тут столько направлений в разные стороны. Кто куда, кто в рай, кто в ад, кто туда, налево, направо. Тут тысячи, миллионы направлений. Вселенная большая. Душа будет скитаться. Но она выбирает себе этот путь сама. Покупает билет, карму и отправляется по назначению. Иногда отправляется в места, не стоит отдаленные, приходится и отправляться туда. Иногда она освобождается и приезжает в Анапу. Поскольку есть запас благочестия, запас хороших желаний, запас денег тоже есть. И здесь это курорт. Все люди в приподнятом настроении. Здесь они как в раю отдыхают, они настроены на рай. А те, кто здесь живут, они не чусят, живут в раю. Если они живут, они работать должны. А здесь никто не работает приезжая, они все отдыхают. Поэтому здесь атмосфера такая, подобно раю. Рай так и написано, что это место, где никто не работает. Но все берут все, что им нужно, что все есть от природы, там нет необходимости вспахивать землю, строить какие-то заводы, что-то вырабатывать. Там природа сама обеспечивает всем необходимым климатом, пищей, живыми существами, отношениями. Все благоприятствует. Это райская атмосфера, это рай. А земной уровень называется поле кармической деятельности. Здесь мы зарабатываем себе на рай обязательно. Так просто никто не даст. Нужно заработать. Найти хорошую работу, честно трудиться, заработать деньги, благочестие, и можно в Анапу съездить. На какое-то время, пару недель и снова на работу. Вот так жизнь организована. Тут дело, время потехи часто, это земная пословица. Но в любых священных книгах вы найдете, что есть еще высшие планеты, есть райские условия жизни, и даже здесь есть какие-то райские условия жизни, чуть-чуть на земле проявляются где-то, фрагментарно. Средняя планета смешанная. Тут и ад, и рай, тут много чего можно увидеть. Много опыта получаем на земле, живя в этом мире. И райские планеты красота. Я боюсь описывать их, потому что вы можете захотеть туда попасть. А я уже забронировал себе место, я не хочу, чтобы были конкуренты. Нет, там, конечно, на всех местах хватит. Там Махарлока, Джаналока, это гигантские пространства, огромные пространства. И там нет перенаселения, как на планете Земля, например. Есть Сидхалока, Джаналока, Тапалока, Махарлока, Брамалока, высшая планета Вселенная. Это все в священной книге описывают. Я не знаю, я еще не трогал. Глазами не наблюдал. Но в сердце я признаю это, потому что эти атмосферы есть измерения в сердце человека. Это можно ощутить внутри себя. Атмосферу Брамалоки, Тапалоки, Джаналоки, Сидхалоки. Луна. Чандралока. Это высшая планета. Солнце выше Земли тоже. Но Луна еще выше. Там живут существа, которые живут по нашим измерениям времени 10 тысяч лет. Срок жизни по нашим земным измерениям 10 тысяч лет, потому что там они пьют Сомарасу. Это лунный нектар. Заметили, что Луна, она дает сок овощам, жизни и сок овощам и прохладу для ума. Когда она восходит полно Луна, вы чувствуете вот это особое какое-то вдохновение при лунном свете. Люди поют песни, они влюбляются, они чувствуют такое, знаете, глубокое, такое таинственное чувство при лунном свете. Это Сомараса называется. Мы немножко можем получить его вот таким образом, чуть-чуть, но если мы получаем тело для жизни на Луне, мы получаем его в полной мере. И 10 тысяч лет, но плюс Сомараса, знаете, что происходит? О-о-о, сейчас скажу. Вы не знаете, что происходит, когда пьют Сомарасу. О-о-о. Сомараса – это небесный наркотик. Здесь запрещен наркотик. Здесь поликармическая деятельность, нужно зарабатывать на наркотике. А никто запрещается их принимать. А там небесный наркотик не имеет побочных результатов разрушающих. Там закон наслаждения преобладает. Здесь законы труда, а там закон наслаждения для тех, кто заработал это. Из Сомараса вы берете маленький глоток, чуть-чуть, просто пригубляете Сомараса. Это их напиток. И продлеваете как бы себе век безгранично. Под влиянием этого наркотика получается. Но у меня был однажды знакомый товарищ, еще давно-давно, я еще был студентом, полдекана назад, наверное. Они принимали наркотики с друзьями регулярно. А я у него интересовался, что там он чувствует, что видит, у меня был этот интерес. Это реальность или не реальность. То есть у меня были свои вопросы. И он мне с удовольствием рассказывал весь свой наркотический трансцендентный опыт. Он говорит, вот представь, однажды мы приняли что-то там, не знаю что, и друзья сидят по углам, а я пошел в туалет, помыл руки, пристанавливался на раковину и просидел 10 лет. Говорю, как 10 лет? Ну, 10 лет. Говорю, ну прям так чувствовал, 10, прям прошло. Да, говорит, прошло 10 лет. Ну, в голове не умещается. А потом, говорю, что было? Потом расскажешь, Ну, 10 лет, а дальше что? А, говорит, дальше я прихожу и сто лет и вхожу, там друзья сидят. Я на них смотрю, и что, узнаете меня? Говорю, а? Вот он, я, встреча, мы 10 лет не видели, стал обниматься с ними, рассказывать, что давно не видели, но они было все равно, они что-то тоже там переживали. То есть, видите, то же время раз и изменилось. Вот, я говорю про этот опыт времени. И мы знаем, что иногда в определенных ситуациях как бы время замедляется, иногда оно ускоряется. Это зависит от ритма, в котором работает наш ум, мысль. Вот, йоги могут 5 минут превратить в годы. Потому что работают с умом. Ом, и он ускоряет этот ум. Он даже может понять, как функционирует атом, если ускоряется мысль быстро. Это трудная задача. А можно замедлить, наоборот, ум. И сердце замедлить, и тело замедлить, все остановить даже можно. Но это рекомендуется остановить ум полностью. Зафиксировать на одном, на абсолютном месте. Тогда сознание проявляется вне ума, как бы, выше этого ума. То, что недоступно уму, доступно вот этой медитации, получается. Это вот техника работы с умом. Это все написано в священных книгах, какие есть пути для достижения духовного совершенства. И когда человек не может заниматься никакими путями, никакими ограничениями, аскезами, не знаю, там, благотворительностью, это все ему трудно, и в рай он не попадет, конечно же, не заработает, не успеет. Тогда единственный путь остается для времени, для людей этого времени, когда мы мало способны к таким вот подвигам духовным. Пушти Марк это путь милости. Путь всепрощения, как бы амнистия. Об этом я завтра расскажу. Про амнистию. Это самая интересная тема будет. Это как бы, ну, небольшой обзор такой краткий там. Ну, общая священная книга не только. Шрути, Шрути, Ньяя и Смрити. Три раздела существуют. Шрути мы уже немножко описали. Это способность слышать свыше откровения божественные, прозрения, трансовые медитации. Великие пророки умеют слышать, как Моисей пророк слышал, он все написал законы необходимые. Иисус был таким, например, вот мы знаем эти величайшие пророки, основоположники вот этих движений наших, современных. Их больше, намного во Вселенной, чем можете себе представить. на Земле иногда они приходят в свое время. В Библии их много описывается, в Ведах очень много описывается. В Пуранах описывается огромное-огромное количество. На каждой планете есть свои пророки, их очень много форм религии. Другое Смрити. Смрити – это то, что я могу запомнить, пронаблюдать и запомнить. Это исторические хроники. Не думайте, что так просто записать и все. Вот сейчас история записана, а историки спорят друг с другом и не могут найти истину. Что же там было сейчас сто лет назад? Вот Ленин каким был? Таким или все-таки таким? А Сталин таким или все-таки таким? Мнения расходятся? Столько сейчас точек зрения. Почему? Гуна меняется. Не так-то просто эти исторические хроники запоминать. Чтобы запомнить то, что было в прошлом, понять сейчас, нужно вернуться в ту гуну, а не время. В той же гуне находиться. И тогда мы сможем восстановиться исторические хроники. И вот священные книги описывают все события в гуне благости. Это означает, что когда мы достигаем гуны благости, они нам открываются. Все доступно. Пожалуйста. Священное Писание будет понятно. Это смрите. Я могу помнить, могу знать, что было тысячу лет назад. Как? Из Писания прочитал и понял. Историческая хроника есть. События. Там есть Троецарство описывается, в Библии Ведах описывается, даже Курук Шетра. Есть события на высших планетах, тоже описываются. Для чего? Чтобы могли понять, достигнув той гуны, как устроена Вселенная, какие тут есть отношения Вселенские еще. Как все начиналось и так далее, как закончится. Все написано. И нияяя. И нияяя. Последний раздел вед. Логика. Нияяя шастрая специально. Очень сильная наука. Логика настолько тонка, что она может отделить материю и дух. Но следовать нияи необходимо изменить образ жизни. Есть логика шакала, есть логика грифа. Один мальчик, красивый мальчик, подросток, ушел в лес и там постигло в несчастье и он умер. Его семья и ждали его сутки и поняли несчастье случилось в лесу. Пошли на поиски родственники джунглей, пытаясь распознать следы. Они шли и встретили. грифа, летающего высоко, он спустился и спросил, что вы ищете здесь? Я могу помочь? Мы ищем сына. Мальчик, подросток, уже как сутки не вернулся домой. Ты не видел оттуда? Он сказал, вы знаете, нет такого мальчика здесь, зря вы ищете ищите домой. Я видел все здесь, нет, нет, успокойтесь, идите обратно. Но они все равно пошли дальше. И увидели шакала. И шакал спросил, а что вы ищете здесь? Может, я помогу? Ну, мы ищем сына, мальчика, подростка. Он не вернулся домой. Да, я видел его. Его тело там. Идите, захороните его. Ну, почему? Гриф сказал одно, а шакал другое. Почему такая разная логика? Не я. А потому что один ест ночью, а другой днем. Яю невозможно, если мы не станем противыми, не контролируем чувства, если мы жадные или завистливые. Яю не применяется логика. Она, наоборот, против человека действует. То есть, нужны определенные качества. шакал сказал, он там, сейчас вы его закопаете и уйдете, а я раскопаю и съем ночью. Он так сохранится. А Гриф сказал, не надо сохранить никого здесь, нет, вы сейчас уйдете, я его сейчас съем, пока он лежит на земле. Вот это разная логика. Не я. Поэтому шрути сначала, шрути не логика, ученые сейчас пытаются при помощи логики именно познавать мир, только логики. А где же шрути? Чистое сердце должно быть. Услышать нужно откровение, нужно чистить сердце, чтобы слышать, научиться сначала. Нужно подняться при любую гуну, чтобы понимать, что в мире сейчас происходит, что было раньше, и что будет, знать прошлое, настоящее, будущее, и только потом логику применять. Это вы все найдете в книгах священных. Сложная, я понимаю, сложная система писания, сложная система. Но я рекомендую такую вещь всем, как я это делаю. Просто читайте. Не напрягать слишком мозги, не придумывать, просто читайте, регулярно читайте, откроется все само по себе. С верой читайте. И все. Этот процесс уже сам по себе придет к совершенству. Чтение, контакт с изученными книгами сам по себе. Не все сразу. И вы видите, что эти книги будут открываться снова, снова и снова в течение всей жизни, будут удивляться, как будто я не читал ни разу, как будто я первый раз открыл эту книгу. Боже мой, как удивительно. Это слово слышишь, Руди. Какая глубина. Ну, а это наша практика должна стать, ну, как бы, повседневной. В дворянских семьях российских, ну, эти вот культурные люди, передовые, они не принимали обед, пока не читали священные тексты перед этим. Но какая была культура? Мы что-то слышали об этом. Дворянин, это был дворянин. Ну, были разные дворяне, конечно, но в хорошем смысле слова это были очень сильные люди. Они держали слово. А это очень сильный человек может только делать. А слово офицера? Мы тоже слышали об этом. Откуда этот был дух у них, сила? Священные книги читали. Это не фанатизм. Это разум. Они могли видеть за пределами смерти и понимать, что честь дороже жизни. Потому что мы направляемся в разных направлениях. Как мы прожим эту жизнь? Здесь мы все равно навечно не останемся, поэтому нужно прожить достойно и умереть достойно. Когда придет время, достойно это сделать. Мы не можем оттянуть этот момент или как-то еще. Судьба. И вот люди это больше понимали в те времена. А до этого еще больше понимали. А потом когда религия приходит в упадок, а она приходит в упадок, любая религия, должен прийти кто-то снова восстановить эти принципы. Меня спросили на одном телевидении, что ж теперь нам ждать, когда явится новый Иисус Христос? Зачем ждать? Он уже являлся? Давайте следовать наставлениям. Если вы христиане, можете следовать его наставлениям. Засините совершенство. Если вы мусульмане, следуйте наставлениям пророка. Если вы выбираете ведическую традицию, там тоже есть наставления. Просто следуйте тому, что вы выбрали с сердцем. Это путь вашего сердца будет. Различия есть только в образе жизни, потому что для одних людей пища, а для других это яд. Мы разные. У нас разные национальности, разные обусловленности, разные культуры, разный разум, разные языки. И вот, опираясь на это, священные писания тоже по-разному даются, но дают ту же самую цель, приближают к Богу. Фактом, не теорией, не просто верой. Там описываются факты. Шрути, смотрите, не я, а смотрите, все связано, все логично, все точно. Как же проверить истинность этих писаний? Подтверждение найдете в сердце, больше нигде. Если там говорится любовь к Богу, вы испытаете эту любовь к Богу, читая книги. Вот здесь получите подтверждение. Это не то, что продается на рынке или выставляется на показ. Это очень сокровенное знание, оно открывается в сердце больше нигде при помощи искреннего слушания из верного источника шрути. Этот звук трансцендент и является доказательством больше ничего. Если семя здоровое, оно даст росток. Вот и есть доказательство, что семя здоровое. Оно вырастет и даст плод само по себе. Пожалуйста, какие-нибудь вопросы сегодня достаточно для этой темы. Есть ли вопросы? у нас есть микрофоны, два микрофона, можно поднимать руку, можно писать записки, как будет удобно. У нас есть полминуты средоточиться на вопросах. Пожалуйста, есть рука уже. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня два вопроса. Первый, вы сказали, что служить надо высшему. Я хотела спросить, как? Как служить высшему? Если мы хотим служить какому-то человеку, скажем, отцу хотим послужить или матери хотим послужить, мы должны знать их желания, верно? Иначе это не будет служением. Я не могу делать то, что хочу. Если я делаю то, что хочу, мать скажет, прекрати это делать. Надо вот это делать. Вот. И я не всегда согласен, что я еще ребенок, не все осмысливаю, чтобы служить отцу, матери своим предкам, великим, если есть великие предки, мне нужно понимать их умонастроение, их цель жизни, их миссию. Это вопрос развития знания и опыта. И мы говорим служить высшему. А что такое высшее? Там много определений. Я скажу одно определение сейчас высшего. Сама старовеша будет и шо. То есть равно относится ко всем живым существам. Это высшее. Сверхразум. равно относится ко всем живым существам. То есть если я хочу служить высшему, я должен служить полному целому, всем. Полезные вещи делать для всего общества живых существ. Для всех полезные вещи делать. Если вы распространяете знание и любовь, вы для всех пользу приносите. Всем. И деревьям, и животным, и людям, и атмосфере, и экологии, и все остальное. Все постепенно сгармонизируется. Если мы передаем это знание, трансцендентное знание, если же я преследую только цели личные какие-то или какой-то группы людей или партии, то я буду вредить противоположность стороне. Это не абсолютное знание. Это уже не служение высшему, это служение материального порядка, где мы именно эксплуатируем кого-то, кого-то используем, против кого-то работаем. Поэтому, если мы говорим о божественном служении, то мы должны понять, какой же взгляд божественный на все это. Он равный относится ко всем живым существам. Луна светит и над домом Кривого, говорится. Он абсолютно равный, не завидует никому. Поэтому, визитская традиция такова, мы находим человека, который занят уже в этом служении, помогаем ему, так мы учимся служить высшему. Кто-то уже это делает, мы помогаем ему, так мы перенимаем этому настроение и дух. Это прекрасно, служение прекрасно, эксплуатация отвратительная. Никогда себя не позволяйте эксплуатировать и никого не эксплуатируйте. Это другой взгляд свыше. Верховный не эксплуататор. поддерживающая сила описана. И все прощающие силы. Если кто к нему обращается, прощает все. Материальная природа ничего не прощает. Вот мы должны выбрать, к кому обращаться, к материальной природе или к высшим силам. Что лучше? Еще, пожалуйста, вопросы. Второй вопрос можно? Можно, да, второй? Про Луну вы рассказывали, про Луну и что там есть наркотик есть, да, который беспоследствий. Есть наркотик там, да. Так, так. В Анапе такого не найдете, нет? Я нища. У него время, у человека, который живет, не человек, да, вот, кто живет на Луне, у них есть, то есть, это благочестие, оно заканчивается пользоваться таким наркотиком? Заканчивается, да. Деньги заканчиваются, и мы снова на работу. Снова сюда. Пользоваться им не... Есть такие специальные обряды веда, где как раз они замыкают этот цикл. На Луну отработал, снова на работу, снова делал, чтобы снова на Луну, и вот так циклируют. Панча-Ягья называется. Это неблагостно. Да, ну, люди так иногда, некоторые мыслят, они райскими удовольствиями мыслят. А вообще-то, цель всех писаний другая. Осознать свою вечную душу и вернуться в духовную обитель, где не нужно возвращаться, а потом снова сюда. Нет необходимости сюда возвращаться. Здесь давайте честно проживем и пойдем дальше по назначению. Не возвращайтесь сюда, это мир страданий, и дальше страданий я бы больше расскажу завтра. Прогнозы на будущее священных книг. Не идеализируйте. Мы, конечно, живем в хорошее время сейчас. Одновременно оно не хорошее и хорошее, завтра расскажу. Одновременно так. Но если мы немножко просрочим время, попадем в очень плохие условия. Так, какие-нибудь еще вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо вам огромное за лекцию, за то, что вы приехали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Меня зовут Светлана из города Зинтыков. Я хотела бы уточнить. Вот я услышала, правильно ли, что вот что такое борьба с обстоятельствами, да? Я такая, какая есть. Я вот лгу, сколько лгу. Ну, то есть, я несовершенный человек. Но когда я слышу такие вещи, о которых говорите вы, мне хочется измениться. И первое, я как будто начинаю бороться с этими моими собственными недостатками. И я как будто получаю неуспех. Правильно ли, поняла, что их надо просто принять и с этого момента стараться этого не делать. Это путь? Нет. Это трудно. Это хороший настрой. Поздравляю вас. Это может быть еще неудачные попытки. Но я вас поздравляю. Есть два фактора очень ценных, которые вы сказали. Начало положено хорошее, потому что то, что вы признаете свое несовершенство, это и есть начало. Смотрите внимательно. И если я скажу, что я совершенен, я не буду читать никакие священные писания. Меня трудно будет научить, согласны? Если я знаю, если я думаю, что я совершенен. Но когда я думаю, что я несовершенен, вот тогда я начинаю воспринимать совершенное знание. Вот это и хорошее начало. Вот это и, значит, я ученик. И учеником должен оставаться всю жизнь до конца. Если я признаю свое несовершенство, я признаю совершенство священных книг и святых. Замечательно. Вот. Другой вопрос. Борьба. Вы объявили войну с этим шайтаном. А он на чувства давит, на обстоятельства давит. Это материальная природа, не шутка. Дай его, божественно, тоже. Но у него другая роль, видите. Злая роль по отношению к нам. Обманчивая роль. Проиграете эту войну, если будете один на один сражаться. Просто читайте Священное Писание. И завтра еще скажу, что можно делать. Вот этот контакт даст вам защиту. Просто бороться с чувствами будет очень трудно. Знаете, один человек говорит, я борюсь со сном. Ну и как, вы спросите, как успехи? Ну, если, говорит, сон меня побеждает, я засыпаю. А если я побеждаю сон, я отдыхаю после борьбы. Результат одинаковый будет. Видите, это сложная ситуация очень. Выйти победителем с этой энергией, нет. Буквально этот стих так звучит. Дай вихе шегуна маи, мама моя дуратья, эва е пропаден ты, моя ма там таранти тэ. Вот еще две строчки есть. Одна говорит, что этот мир непреодолим, очень трудно преодолим, потому что он выше нашего разумения. А другая строчка говорит, но тот, кто свой разум поместил, предал Всевышнему, то есть абсолютной истине, защищен от этой энергии автоматически, без борьбы. Без борьбы. То есть борьба нужна лишь какое-то время, короткое, чтобы нам вот это вот почувствовать свою любовь божественную к Богу. Это предание вот этого души. Любовь выражается. Но когда вы обретаете эту любовь, как будто уже нет этого врага. Этот мир, говорится, называется океан трудностей, океан страданий. Но когда вы обретаете любовь к Богу, он превращается в лужу, в следе телячьего копытца. Говорится, вы даже не замечаете, оказывается. Не такой опасный, как выглядел. То есть все священные писания направляют нас именно туда. Любовь к Богу туда, вот туда идите, в этом направлении. Это любовь. Сначала постигаем его закон, а через закон любовь. Это разбито даже иногда на целые эпохи. Есть библейская эпоха, есть новый завет, старый завет. Если старый завет говорит закон, то новый, говорит, любовь. Видите, это шаг вперед еще. Не отменяя законы, говорит, вы соблюдаете законы уже по-другому просто, на более высоком уровне, через любовь. Уже не надо, говорит, ни прелюбодействию, ни лги. Не надо даже говорить, если вы любите. Вы автоматически не нарушаете эти законы. Но сначала нужно потребоваться много времени, чтобы закон уснуть суровым, бери камнями, прелюбодеев, забивали до смерти. Субботу нарушают, убивали. Вот такие эпохи были тоже, видите. Если Библию почитаете, там столько насилия, чтобы защитить закон Бога, так сказать. Сейчас люди говорят, нет, такая религия очень страшная. Вот лучше вот христианство, там есть любовь. А ислам, сколько забот он дает людям, смотрите, вот этот вклад его уникальный. Люди искали любовь для чувственных наслаждений. А халиф сказал, не любовь важна, а забота. Увел от этого, видите, наслаждения чувственного. Заботе, служите друг другу, а любовь придет, настоящая. Видите, у каждого пророка, в каждой религии есть свои шаги развития духовности. Мы должны посмотреть, как это наша планета сейчас развивается, и какие следующие шаги. Мы говорим, любовь к Богу, мы хотим подробно узнать эту науку. Завтра я немножко раскрою эту науку из священных книг, ведических. Это время было известно в прошлом, и для этого времени есть специальные разделы книг священных, что касается именно любви к Богу. Что это такое, как это культивировать, какие там есть правила, предписания, чтобы развить в себе это вот качество. Сколько у нас осталось времени? 10 минут, еще несколько вопросов можно. Здравствуйте. Где вы? Я здесь. Спасибо огромное за лекцию. Прям все знания, прям в сердце, улеглись очень хорошо. И вы сказали, что есть несколько путей к духовному совершенству. У меня такой вопрос, можно ли параллельно следовать нескольким? Ну, то есть, вот, например, я православная, и мой путь – молитвы. А может ли, например, медитация помешать, ну, вот, глубине моих взаимоотношений с Иисусом? Молитва должна в себя включать медитацию. Должна им быть определенного качества уровня молитва. Есть молитва в гуне невежества, молитва в гуне страсти, молитва в гуне добродетели. В гуне добродетели она включается и в медитацию, глубокое средоточение, умение средотачиваться, не отвлекаться ни на что. И кроме этого, молитва включает в себя некие просьбы. Очень важно, чтобы мы с чистым сердцем обращались к Богу, без корыстных желаний. Не так, что дай мне здоровье, дай мне денег, пусть все мои враги сдохнут. Это молитва в гуне невежества и страсти, говорит. Тоже молитва, тоже к Богу человек обращается. Какое-то очищение будет, как бы, ну, вера. Но если мы хотим дальше идти, мы должны эти все мотивы очистить из сердца. Не нужно для себя ничего просить. Ничего для себя не нужно. Это молитва Читани Махапрабу, 500 лет назад записанная от него. Кто достиг, именно показал, что такое любовь к Богу. Люди сознание теряли, когда видели его. Это экстаза. И что же там говорит? Я не хочу богатства. Это молитва. Я не хочу красивых женщин. Я не хочу много последователей или быть ученым. Единственное, что я хочу. Служить тебе жизнь за жизнью. Это молитва. Но для этого нужно знать его хоть немножко. Откуда такое чувство? Откуда такая вот? Что это за личность? Бог – это личное живое существо. Это что? Кто? Если я узнаю, может быть, я тоже захочу сказать те же самые слова. Он же прекрасен. Он милосерден. Боже мой, там столько качеств. Это все тоже описано в этой науке. Любви к Богу. Просто слушая об этом из верного источника, у нас пробуждается это чувство любви. Боже, у меня есть эта любовь. Есть, есть, есть. В сердце есть у ко всех. Читаю дневники Васильева. Поскольку я занимался искусством. Васильев – знаменитый художник, вы знаете, гений молодой, у которого умер 23 года. За свои эти вот несколько лет творчества он создал шедевр для Русского музея. Он был здесь также, на Черном море, писал вот эти вот волны, впервые увидел. Почему? Его из Санкт-Петербурга прислали врачи. Он уже был болен чахоткой, туберкулезом. Отчего, собственно, и умер. В нищете. Он приехал сюда впервые, увидел это солнце, увидел вот эти вот волны, пену, вот все эти вот пейзажи, вот эти вот приморские. И написал Репину письмо. Я был ошарашивать. Какие чувства? Я понял, откуда этот дар. Это дар чувств. Это не просто умение технически что-то выписывать, вырисовывать, как фотоаппарат. Он восхищался этой пены морской, этим воздухом, этим солнечным лучом. Он писал там, это поэзия просто, письмо. А Репин ему отвечает на письмо, и говорит, ты знаешь, я читал у Бердяева, русский философ. Он утверждает, что тот, кто видит красоту природы, чувствует ее, как ты, вот ты там чувствуешь ее. Он верит в Бога. Это связано очень. Красота и Бог, это понятия идентичные. А Васильев ему отвечает, да, 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 я верю в Бога. Вот ответственные знаки тоже. О, жизнь, смотрите. Не просто фанатичная вера, она, я никого не люблю на самом деле, понимаете. Пусть и враги сдохнут, и все. Но тогда мы должны свою гуну, поэтому медитация, способность к медитации, это сатва гуна. Мы не говорим сейчас христианство или мусульманство, мы говорим Бог, душа, факты. А конфессию себе сами выбираете. Туда никто не вмешивается, это как семью выбрать. Любите в сердце, видите, но не сравниваете конфессии. Не принижайте ничего, а следуйте этим вещам, продвигайтесь. Вот что необходимо. Жить в мире нужно. Если мы к Богу идем, нет причины для вражды. К одному Богу при чем? Не к двух, не к трех. Думаете, пять конфессий, пять богов? Нет. Один. Это первая заповедь. Один, один, один. Только один. Эко баху нам я видат хати. Каман. Есть много живых существ, действительно множество, кто желает наслаждаться, быть счастливым. И только одно живое существо исполняет желания всех. Эко один баху нам. Это Бог описывается. Он исполнитель всех желаний. И для этого существует молитва, но молитва благотворна для всех, не только для меня. Поэтому настоящие, искренние христиане за себя-то не молятся, они молятся за других. Это факты. Это уровень выше. А если еще молитесь за своих врагов, то вы еще выше, говорится, в Багове. И чтобы вот взойти на этот молитвенный уровень, то есть подготовка нужна. Это не так просто найти молиться Богу. Нужна подготовка. Нужно понять одну вещь. Я хотел это завтра говорить, намекну сейчас. Первая платформа называется Самбанда Гьяна. Нужно установить свои правильные отношения. А только потом молитва сработает. Кто я и кто он? Вот две вещи нужно просто понять. Что понять эти две вещи, нужно жизнь прожить. Вот эту одну вещь. Что я маленький, а он безграничный. Вот эту свою зависимость. Во всем. И когда появится благодарность за воздух, за пищу, за все, вы можете считать, что вы можете молиться. можете с чистым сердцем, с любовью, это сработает в ту же секунду. Он всегда слышит чистую молитву. Прямо сейчас слышите. Разве вы не чувствуете? Это факт? Это факт? Хорошо? Наше время.